Шедевральный гол Малиновского не помог Аталанте победить Ювентус. Озвучено Яндекс Спич Кит. В матче 25-го тура серии А встречались Аталанта и Ювентус. Об этом сообщает РБК Украина. Аталанта Ювентус 1-1. Голы Малиновский 76, Данила 90 плюс 2. В первом тайме команды атаковали, однако голов забить не смогли. В составе хозяев лучшие моменты у Муриэля и Бога, но они не попадали в ворота. В составе туринцев опасно пробивали Влахович и Дебала, однако они также не смогли открыть счет. Во втором тайме Дебала и Влахович снова не использовали свои моменты. А на 60-й минуте наставник Аталанта наконец-то выпустил на поле Руслана Малиновского. И на 76-й минуте украинец забил фантастический гол. Богиня заработала право на штрафной удар примерно с 30 метров и Руслан мощно пробил в девятку ворот Ювентуса. Your Browser does not support HTML 5 видео. На 84-й минуте Ханс Хатебур после передачи Малиновского мог закрывать вопрос о победителе матча, но угодил в перекладину. И когда казалось, что матч завершится победой хозяев. Текст озвучен с помощью Яндекс Спич Кит. Юве сравнял счет. На второй, добавленной ко второму тайму минуте, Данила после подачи углового точно пробил головой в угол ворот. Your Browser does not support HTML 5 видео. После этого матча Ювентус остался на четвертом месте в чемпионате, а Аталанта продолжает идти пятой. Отставание от лидера чемпионата Милана составляет 9,11 очков соответственно. Напомним, что лондонский Челси победил на клубном чемпионате мира по футболу.